Здравствуйте, дорогие зрители! Уделите нам немного вашего времени, и вы узнаете последние новости латинского шоу-бизнеса. Луис Фонси дебютировал на Бродвее в мюзикле Forever Tango в качестве приглашенной звезды. Он будет участвовать в спектаклях с 20 августа по 1 сентября. Певец очень дорожит этой возможностью и тренирует голос, чтобы петь с большой бродвейской сцены. Тренировать надо обязательно, фанеры там точно не будет. Рикки Мартин подтвердил свое участие в открытии чемпионата мира по футболу в Бразилии и сказал, что готовит нечто очень интересное. И не сомневаемся, уж Рикки всегда умел публику развлечь. Пенелопа Круз в промежутке между разными важными делами типа родов успела снять короткометражный фильм. В фильме представлена коллекция одежды, которую производит сама Пенелопа и ее сестра Моника. А одежду демонстрирует Ирина Шейк. А музыку написал Эдуардо Круз, брат Пенелопы и Моники. И на несколько минут появляется и Хавьер Барде. Короче говоря, почти семейный подряд. Не хватает только Криштиану Рональду. Может, потому что сестры Круз производят только женскую одежду? Ну, а теперь телестудия. Прошла премия Тумунда, которая становится уже традиционной для испаноязычной сети Телемунда. Как и ожидалось, практически все призы собрала патрона. Никакой интриги в этой премии нет. И смотреть интересно разве что только за нарядами. Не удержимся и покажем вам самые выдающиеся. Адамаре Лопес. Слов нет. Одни междометия. И кто ей сказал, что она может носить мини? Плюньте этому вредителю в глаз. Алина Мухико. Тоже красива. Если она ставила свои задачи превратить свою шикарную фигуру в ровненькое бревнышко, то цели добилась безусловно. Арасель Арамбула. Забывший надеть кое-какую часть туалета. А может так и задумывалась. Типа смотрите и завидуете. Хуан Салер только что из койки. Даже погладиться не успел. Анна Лаевская. Ну это вообще без комментариев. Адриана Фансека и Морица Родригес. Нам, дорогая, какая красота. Тетки за 30 в нарядах 15-летних немфеток. Габриэль Валенсуэла. Типичный латинский сутенер. Только цепи во всю пузу не хватает. И пиджачок маловато. А про их новеллы нам сказать нечего. Рейтинги намертво застыли на 0,5 и все. Вот когда сдвинутся, тогда и поговорим. Кстати, из телемода еще один перебейщик на телевизме. Вслед за Иваном Санчесом Мауриси Хенау. Вошел в состав новеллы Ла Тампистата. Энтузиазма по его поводу ни критика, ни зрителя не проявили. Кое-кто злорадствует и говорит, что если таким образом хотели поднять дохлые рейтинги, то сильно ошиблись. Поговаривают, что телевизор предложила миллионный контракт Жан-Карлосу Каннелли. Ну, может и согласиться. Подумать только надо сильно. Еще одного кубинца Мексика может не выдержать. Крис Делфуэнте заявила, что мечтает занять место у Вильяма Леви на телевизме. И кому это место нужно? Три новеллы подряд проваливаются. Ну, а если Крис так хочет, то, конечно, пусть занимает. Он под это дело уже и звезду включил на полную катушку. Скарлетт Ортис пробовалась на негодяйскую роль в новом сериале «Анхелинезм». Но предъявила слишком высокие требования. Она запросила дом и личного шофера. На это ей было отвечено, что съемки будут в Кампетче. Поэтому разносовов и столичного комфорта она может не ждать. На этом и расстались. А негодяйкой будет Гритель Вальдес. Вовсю проходят съемки новой новеллы «Нача сада». Гай Экер и Сусана Гонсалес излучают офигительный оптимизм. И говорят, что успех новелле обеспечен. Но не знаем. Глядя на эти личики, сомнения берет. Кстати, универсионовская новелла «Росарио», где Гай Экер играет главную роль в компании с Вареной Рохос, стартовал на Ацтеке. И рейтинг первой серии был 3,9. Если так пойдет и дальше, то сериал могут снять с эфира. Как это было с другим сериалом Гая Экера. Красон апассионата. Не спасла Марлена Фавелла эту нетленку. Не поверил зритель неземную любовь главных героев. Опять же, Росарио на родной универсион что-то не показывает. Видят, что они снимали. А вот вторая жизнь с Марио Симаро и Лореной Рохос показывает очень хорошие результаты. Он идет подряд 2 часа утром, и рейтинги очень хорошие для этого времени. Можно сказать, что вплотную приблизились к ацтековским новеллам «Прайм Тайма». Но вернемся к телевизии. Хосе Альберто Кастро все же будет снимать оригинальную новеллу. И говорят, что там будут сниматься Викки Руфа, Вероника Кастро и Иван Санчес. Очень интересно. Гуэра последние несколько лет снимает сплошные хиты. Опять же, что Вера продемонстрирует? Если это, конечно, не утка. Ведь писали, что Вероника на телевизии персона нон-грата. Хотя, если продюсер успешен, то может просить такого актера, которого захочет. Ну и напоследок, новость дня для телевизии печальная. Ведущий испанский канал ТВИ отказался от трансляции мексиканских новелл по причине их очень низкого рейтинга. За что боролись, на то и напоролись. Будут продолжать в том же духе, и Мексики их продукцию смотреть прекратят. Телевизорскому начальству надо не только в позу обиженного становиться и вето на актеров накладывать, но и с продюсерами что-то делать. Похоже, до них пока не дошло, что золотой век компании уже прошел, и надо делать ставку на качество сериала, а не на количество низкопробного дерьма, которое уже зашкаливает. Вот так и закончили наши сегодняшние новости. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...